Трансляцию матча Intel Challenge представляют За прошедший период отчетного года дельта активов и пассивов оборотных средств привык... ...за отчетный период на сумму, равную альфе основных средств за позапрошлый отчетный период. Это позволяет... Отдохнуть, не покидая работы. Онлайн-шутер Point Blank. Разретись! Скукотища. Это пингвины или ленивцы? Они хотят шоу. Будет им шоу. Ковальский готов? Вас понял. Начать операцию Рико Старт. Бинго. Смотри, что вытворяет. Вот это жоп! Миссия выполнена. Хватит улыбаться и махать, парни. Это пять! Когда на сцене процессор Intel Core i5 второго поколения, результат очевиден. Невероятное шоу визуальной производительности. Умный, и это видно. Угла. Продолжение следует... КОНЕЦ! ПЕСНЯ! КОНЕЦ! ПЕСНЯ! ПЕСНЯ! КОНЕЦ! ПЕСНЯ! КОНЕЦ! 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 Продолжение следует... Скукотища. Это пингвины или ленивцы? Представлю вам составы команд. Здесь какая-то безумная война. Уже стяжка. 3 в 4 ситуация. Стяжка на B. Здесь бунжур, джесма. А им сик, маус и слоумо были на точке. Фрайорок делает минус 2. И смотрим за продолжением этой игры. Слоумо. Буль делает минус. Да как же так? Слоумо 1. Чутаком в доме. Бомба не стоит. Короче, ему база. Ему база. Буль идет за ним. Очень легко. Очень легко. Очень легко для команды Андрей. И был выигран первый раунд. Смотрим за продолжением игры. Мне пришлось небольшой ребут стрима сделать. Но вроде бы дальше все окей. Людям, кто ждет КС, могу сказать, что, ребят, ну, Counter-Strike будет по-любому. Через 2 матча по Point Blank. Еще у нас одна игра будет запланирована сегодня на стриме. И после этого где-то в 9.15 по Киеву, в 10.15 по Москве мы перейдем к матчу по Counter-Strike. Шведы-плеерс против украинцев. Maverick. Первый тур в рамках 9-го сезона. Info Challenge короткого летнего. Ну, об этом попозже. У нас Аркада, Сплит, Тэшка плюс Стрит. Слоумо пока в РСП. И идет атака от белорусской команды. Продавливает. Пытаются продавить они точку. Здесь Инферно воюет неплохо. Фукс ему помогает. И снова плюс 1 преимущество украинской команды. Ох, Слоумо снова где-то подгулял, опоздал. Он был на РСПе. Потом после РСПа шел на длину на стрит. Но здесь, вы видите, его уже ждут. И, в принципе, конечно, 2 минуты у него есть. Но шансов не так много. Французское кафе, кстати, запомните надпись. Можно его называть не ЦК, а французском кафе. Давай заходи, Слоумо. Французское кафе. Фукса в пиксель минус. Очень неплохо. Смотрим за Эйджем. Ну, давайте еще раз. Команда Эйдрей. Эйдж. Бульф. Райорок. Инферно. Фукс. Ну, команду из Беларуси. Маус. Аймсик. Бонжур. Джесмо. И Слоумо. Если я ничего не перепутал. Опс. Как я всех испугал. Ну, тут все понятно. Здесь все понятно. Возвращаемся в третий раунд матча. Я здесь параллельно пытаюсь мониторить все, что можно вообще. Вот смотрю время матча. Анрей Мэтхаус. Да, да, да. Все правильно. Это та самая игра. Что-то у меня весь день кажется, что я не те матча комментируют. Да нет. Все то. Ну, смотрим за продолжением. 2-0 пока что в пользу Анрей. Мэтхаус. 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 Не знаю. Вроде бы у них вот и первые минусы получаются давать. И как бы направление атаки вроде бы правильно. Вот сейчас эти могут поджать. Очень неплохо. Там фук сшел. Ну, поджим. Ладно. Об этом попозже. Смотрим за Булем. Он принимает винт. Смотрим за продолжением. Минус еще от Мауса. Уже втроем остается Анрей. По-моему, вот это матч должен быть с борьбой. Но сейчас увидим, что они здесь на винте-то втроем сделают. Здесь сразу двое игроков принимают винт. И сейчас тут постоянно кто-то перестреливается. Буль постоянно лезет туда в винт. Ну, ладно. Давайте смотреть. Смотрим, чем закончится. Перетяжка на другой план пошла. Уже, посмотрите. Бонжур прошел. Да. Инферно. С одним хп остается. Бонжур еще минус 2 делает. И это 2-1. Тут, конечно, 1 в 5 с одним хп. Это демки-муики. Конечно, такое вряд ли случится. Можно смело, наверное, все-таки один раунд писать команде из Беларуси. Ну, сейчас смотрим. Да, легко. Бонжур еще один фраг сделать. К сожалению, я не за этим парнем следил. Но он был силен в этом раунде. Его стоит отметить. Статистика. Бонжур 5 на 2. Кто еще? 4-1. Инферно. Ну, давайте за кем-нибудь из них смотреть. Давайте за Инферно. Посмотрим, как он будет действовать на своей позиции. Итак, Фукс на мост уходит защищаться. На катушках ему помогает Эйдж. Фрайорок винт. Були Инферно пассивно отдают аплент. С ХЕ-шкой стоит Инферно на отбрасывание. Работает. 1 стрит. 1 тэшка. Двое миддл. И слоумо, по-моему, третий миддлер. Короче, пока непонятно, что будет делать атака. Винт. Винт АИМСик. Больной АИМ, в общем. Вот посмотрим за его больным АИМом. Дым положили. Сейчас трудно будет выйти, конечно, в дымы. Хотя, почему бы и нет. Там не так много ХП покоцает. И можно так нежданчиком вылететь. Но, по-моему, не собирается делать. Это АИМСик. Пока что халдит атака. Фукс. Его, по-моему, прогнали с моста. Хотя нет, он возвращается снова-снова в этом... На этой площади смотрит мост. Буль. Инферно уже на Апленте делают минус. Забирают своих. Фрайерок. Ну, туда пытались сыграть сплитом. Винт. Стрит. Тэшка. Не получилось. Хорошо принимает еще защита. Хотя... Хотя есть шансы у белорусов. АИМСик ушел. Винт. Видел это. Буль дал инфу. Здесь двое на винту. Фукс еще рядышком. И один Эйдж на Б-планте. Он прямо в точке стоит. Прямо на этом трансформаторе. Ну и куда он пойдет? Наверное, смотреть миддл. Хотя винт поднимается. Смотрим за Фуксом. Хотя нет. Какой винт? Ребята уже убежали на мост. Вы посмотрите. Тут за Эйджем нужно смотреть. Он уже на низ пошел. Но он еще не знает, где он будет... Где будет обитать. По таймингу он уже должен понимать, что уже могли пройти в дом. Да-да-да-да-да. Он прячется вообще за плентом. Пассивный диффенс. Опасно. На дорогу могут выйти. В дом могут зайти. И тут очень слишком много мест. Нужно чекать Эйджу сейчас. Но как бы он прячется. Это тоже уже неплохо. В доме, да, уже АМСик в доме. Фукс. А, тут уже и Фукс подтянулся. Минус от Фукса. Ну, прочитали. Прочитали атаку. Маус лезет по коробкам в дом. Ну и, конечно, есть у него еще 15 секунд на то, чтобы поставить бомбу. Иначе уже не он будет прятаться от людей. От соперников. А уже от него будут прятаться. Ну, 50 секунд. Что? Надо ставить бомбу. Он бегает по пленту. Ну, что ты будешь делать, когда к тебе придут плохие пацаны? Ну, все. Бомбу не поставил. Надо делать минус 3. Пани с пластикой. К старым добром контрустрайке. Минус от булли. 3.1. В пользу Анрей. Пока да. Пока, в принципе, все печально. Вот Геллио Вайн пишет привет игрокам команды Каз, Керс, Зе Джин, Элари, Кверти, Say My Name и Колбас. Им привет. Смотрим за продолжением игры. Пока все в пользу Анрей. Игра идет полным ходом. У нас еще должен сегодня быть матч X-Rag против ForkZone. Я надеюсь, что ребята вот поймут меня правильно и все будут ждать меня на сервере. Уже начиная там через как-то через 5 минут. Ну, и чтобы я быстренько с этой игры перешел на их встречу. У нас 2 минуса от атаки. 3 минуса. Ой-ой-ой. Со всеми заговорился. Эй, Джадин остается вообще в 5. Как-то все получилось сейчас в Мэтт Хаос. И, конечно, они будут, конечно, серьезно бороться. Но если у нас слишком долгая будет игра, то мы вряд ли успеем уже на матч X-Rag WorkZone. К сожалению, пропустим сегодня очень неплохие баталии X-Rag WorkZone. И должен быть еще один матч SIG-UATM. Также очень жесткая игра должна быть. Где-то Gang 2 против 3D. Да, 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 да. Самая смачная, конечно, нам оставили на потом. К сожалению. Ну, ничего, мы еще увидим, я думаю, кучу игр по поинт-бланку. Очень много зарубудит во втором групповом этапе. Там будут серьезные команды, серьезный коллектив. И каждая игра будет действительно интересной. Ну, практически каждая. Кажется, еще существуют безбашенные вообще полностью, окончательно. Такие ребята, как и RockSkiss, которые очень клево играют. Ну, я думаю, с ними кто-то поборется. Ну, что, смотрим. Двое стрит. Там уже воюет Инферно. Делает минус бетона. Уходит назад. Двое Тэшка. И один винт. Такой вот тройной выход должен быть сейчас на Аплент. Интересно, прикрывает ли Фрайерок там своего тиммейта на винте. Вот Фукса снимают. Гранаты. Ну, и тут нужно откидывать. Все, бомба установлена в точке. Аккуратно играет Инферно. Сейчас просто халдит. Сейчас спину там винт выйдут. Главное, вот, ситуация на винте. Слоумо даст минус или нет. АМСик. Слоумо в двойку ушел. Эдж. Инферно поднимается на стрит. Видит двойку. Ой-ой-ой-ой. Минус один. Сейчас спиной к нему Джезма стоит. Закончились патроны. Это провалы. Джезма его забирает. 3-3. Да, здесь будет борьба. По-любому. Эта игра будет, по-моему, не такая быстрая, как две предыдущих. И, возможно, в Workzone XRag мы не успеем. Ну, в Workzone XRag, если честно, могу сказать, что 12 очков у Workzone, 1 очко у XRag. И, конечно, лидеры против аутсайдеров группы. К сожалению, именно так мы называем XRag. В принципе, там, наверное, все-таки 95% ставок будет на команду Workzone. Минус от Буля. Фукс, фукс, точнее, пошел на аркаду. Да, слишком много фуксов в мире, в киберспорте. А вот фуксов действительно мало. Буль еще собирал там несколько голов. Ну, и уже 3 в 2 ситуация. Джезма. Он на планте, но в меньшинстве вместе с тиммейтом слоу-мо. Сейчас вот слоу-мо подтягивается в тэшке. Тут уже потихонечку на мяча... Да, да, выбивание будет. Однозначно смотрим слоу-мо. С М200 пытается отстрелить двойку. Его здесь прошивают. И, ух ты, я думал, он заберет кого-то, но нет. Эдж. Четкий минус. Джезма уходит в тэшку. О, он уже видит фукса. Перестрелка. Фукс забирает его 4-3. Очень, так сказать, плотная борьба намечается у нас в этой игре. Практически раунд-раунд идет борьба. Ну, хотя по очкам и ситуация в группе вообще жесткая. Одна ничья. Три поражения в Мэттхаус. Три победы и одно поражение в Уинрей. 9 очков. Минус от фукса. Минус от фраерка. Минус 2 от защиты. Проблема снова для Мэттхауса. И, по-моему, сейчас могут оторваться. По счету, ребята, из команды НР. Итак, смотрим за тэшкой. Здесь Маус. Пытается отстрелить Эйджа. Тот уходит. Пригинается Маус. Нет, пойдет, наверное, до конца. Гранату сейчас получит. Это был дым вообще. Но он укрывается от дыма. Буль-стрит агрессивно смотрит. Ну и слоу-мо пока что на мосту. Но там фукс обитает. Перетяжка мидл. Здесь будет инферно. О, тут поймали парня. Да, уходя, пытался там, не знаю, на ходулях назад сделать кому-то хэдшот поставить. Нет, нереально. Вот фукс тупо не попадает. И Маус прорывает точку. Три в три. Ситуация исправилась. Исправилась атака. Смотрим за стяжкой. Эйдж, Буль. Фрайерок все через двойку пойдут. Нет, Фрайерок пошел на винт. Ну а два игрока через... Не двойку, а вот через этот... Я бы сказал, переход. А и Б. Слоу-мо делает минус М200. Забирает Эйджа. Ну что, Булли. Фрайерок сбирает еще одного Мауса. И Фрайерок один. Фрайерок один. Ему тяжело сейчас будет. Видит слоу-моус М200 на БТР. Сейчас тут должна быть хелпа в виде Мауса. Да, уже справа зашел Маус. Но слоу-моус сделал фраг. 4-4. Последний раунд первой половины. Серьезная борьба. Да, очень серьезная борьба. Да, действительно, мне кажется, можем не успеть экстраг воркзон посмотреть, к сожалению. Но я буду вас оповещать по ходу трансляции, что как, что будем смотреть. В любом случае, в 9.15 по Киеву, в 10.15 по Москве. У нас должна начаться игра Players против Maverick. Players, Z, Снаждан и Страйкер. Три мега деда. Вообще, Counter-Strike. Очень приятно будет за ними снова посмотреть. А у нас уже прорыв пошел по улице. Атака в большинстве. Тут должен быть Эйдж. Инферно забрали. Тупничок случился у Эйджа. Ну и Фрайерок с Фуксом. Вот выбивают с медла. Будут выбивать с двойки Фрайерок. С перехода его тиммейт Фукс. Дали минус. Красный Бонжур. Ну, в принципе, можно зацепиться. Там у Мауса полжизни. Минус от Фрайерка. Минус от Фукса. Да, Маус уже один. Фукс. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Этот раунд должны были, по идее, брать белорусы. Но не судьба. 5-4 в пользу Эйнрей. У нас смена сторон. И давайте посмотрим, что будет дальше в этом матче. И кто же сможет победить-то. Если выиграют Эйнрей, они уже очень точно... Они уже и так точно выходят. Это второй групповой этап. Но они еще могут побороться с Фракзон за первое место. Если их сваги там как-то в ничью сыграют с Фракзон или вэируют, то, конечно, очень многое изменится в этой группе. Ну что, я готов к игре. Я не знаю. У нас сейчас должна быть смена. Да, смена прошла. Гоуну надо написать. И понеслась. Вторая половина. Эйнрей. Мэтт Хаус. Вот-вот начнется. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Так, вылет у белорусов, ребят. Ну что, давайте дождемся пятого игрока. Но все-таки, мне кажется, вот я, знаете, так попытаюсь прикинуть время. Но что никак мы не успеем XRag WorkZone посмотреть. К сожалению, хотя... Не знаю. Завтра уже будет все хорошо. Вроде бы почти все игры пойдут по... Ну, как бы все должны игры пойти по расписанию. На час, пока сместили игры по поинт-бланку, ставят их на час раньше. В шесть теперь будут игры по Киеву, в семь по Москве начинаться. И, в принципе, вы должны к этому привыкать пока. Пока так. Эту неделю точно так будет происходить. Возможно, кроме пятницы. В пятницу вот не будет Counter-Strike. В пятницу, возможно, перенос делать не будут. Так, вот у меня разрядился телефон. И первое важное дело, которое я должен сейчас провернуть, это зарядка телефона. Вот мне нравятся вылеты между половинами. Как же что-то происходит, постоянно причем. Так, все, наконец-то я здесь справился совсем. Ну, ждем пятого белоруса. Пока что 5-4 в пользу N-Ray. Трудно что-то лишнее сказать. Давайте пройдемся по девайсам. Итак, FUG, SAUG, украинская маска. Также Inferno. Также работает Freerock. Bull тоже самое. Age тоже самое. Пять AUG-ов. Все в украинских масках. Ну, вот такие вот они, ребята. Unray. Madhouse. Madhouse. Здесь украинская маска AUG. Здесь вообще мега-шлем. Мега-маска AUG. Украинская маска AUG. Украинская маска AUG. Ну, и как бы еще ждем такая довольно-таки классическая какая-то Point Blank заруба. Посмотрим. Передай, пожалуйста, привет Фисту от Bonjour. Окей. Привет клану Killers от Fux. Есть. Также, ребята, вы можете мне написать в ERC-канале Собирарена ТВ на QuakeNet. Она есть. Мирка. Веб-мирка. В трансляции на сайте PB Собирарена ТВ. Также в новости на сайте PB Собирарена ТВ. Заходите, ставьте в настройках, видеть весь список людей, находящихся на канале. И пишите мне Собирарена ТВ мой ник с собачкой в начале. Что еще? И бандитки. Привет от Bonjour. Sorry. Белорусский интернет пишет. Slow-mo. Ну, вот. Снова. Снова тот самый легендарный белорусский интернет. Go, go, go. Пишем. Так, смотрю на часы. 24 у меня. Вторая половина начнется. Ну, за 10-15 минут ее сыграют. Нет, мы не успеем посмотреть матч. Да, мы не успеем посмотреть следующий матч. Сейчас напишу в суде в оргзон. Все, ребят, смотрим вторую половину. Я немножко пообщался с... Судьей. И смотрим за второй половиной. У нас ситуация 3 в 3. У нас буль фраерок с 3 тэшка. Фукс, по-моему, с винта поднялся. Нет, еще поднимается. Минус от фраерка. Slow-mo. У него проблемы. Здесь он на двойке застрял. Его легко минус 0. И здесь же Джессма. Ну, и сейчас Джессма фукс спину обойдет. Да, вот фукс его уже прошивает. Минус. Команды Эндрэй берет раунд в атаке. И 6-4 они уходят вперед. Немножко уходят вперед. Начало миссии. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, что ж, друзья. Смотрим за игрой. 4 в 4 ситуации. Да, уже окончательно решили, что мы не успеем последний матч комментировать. Ну, и давайте смотреть. Давайте смотреть. 4 в 3 ситуация. У нас атака снова... Вот сейчас. Не снова. А вот сейчас у них проблема. Но, может быть. Может быть, они смогут сейчас разобраться. Эйдж и фукс. Фукс винт. За фуксом надо смотреть. Его снова провтыкали. И вот минус. Очень важный минус Джессма. На двойке вот он увидел. Да, увидел здесь Мауса. При фаером слишком много жмет патронов. Как бы на релоуде его не поймали. Но, с другой стороны, ему помогает его тиммейт. Сбивает маску. Фукс. А Эйдж ушел. Ну, надо было ему с другой стороны там перешивать двойку. Как тупо все произошло. Классно отыграл Маус этот эпизод. И 6-5. У нас пока что снова борьба. И отставание всего в один раунд. Ну что, давайте смотреть за продолжением. Слоу-мо защищает Аплент. Здесь поджим Мидла от АМСика. Фукс его поймал. В это время... Нет, Слоу-мо по-прежнему на двойке. Отдается Плент. Попадали вниз бетона. Два игрока защиты. Пошел выход. Минус от Эйджа. Гранаты на двойку. Залетают. Ну что, винт пойдет. Да, Фукс снова на винте. Вот тут снова за ним нужно следить. Сейчас он уже сделал фраг. Где Фукса забрали, по-моему. Нет, он еще жив. Куда он ушел? Он уже ушел. На другую точку прибежал. Поставил бомбу. Два в два ситуация. Джезмо где-то здесь рядом с ним. А вот я не видел, видел ли его Джезмо. В это время Бульд стреляет в спину слоу-мо. Бульд забирает слоу-мо. Джезмо заходит в дом. Но здесь... Здесь Фукса нет. И... Ай ты застрял-то. Как Фукс? Фукс за БТРом уже прячется. Сейчас интересно услышит Фукс. Он увидел Джезмо в ноги Фукса. Выходит. И Фукс делает минус. Фукс делает минус. Это 7-5. И у нас снова два раунда между командами. Энрея остается 3 раунда выиграть до победы. Ну, трудно будет это сделать, наверное, сейчас. Ребятам из Энреи, да, могут выиграть. Но все равно, я уверен, что Мэтхаус соберутся на последние раунды. Покажут весь вообще свой скилл на ВВГ. Все, что могут. Взрывают инферно гранаты. Непонятно, где это было. У нас, наверное, здесь на мидле. У нас сплит. Двое мост и двое мидл. Пока что расшатывают Фукс с Эйджем. Расшатывает мидл. Бульд нет. Вот не пойдет по мосту. Бульд возвращается вообще в респаун. Смотрит Тэшку. Вот сейчас Бунжура Буль поймает, наверное. Смотрим. Ну, как не убил Буль. Даже ни пули не попал. Ну, сколько? 4 хп. Добить. Добил. Минус от Сика. Минус Фукс. Фрайрок уже на пленте дает. Минус. Минус от Эйджа. И 3 в 2 атака в большинстве. Маус. Маус снизу. Неужели его здесь не законтролят? В это время слоу-моу перестреливается. По-моему, снова с Булем на точке. Нет, уже стянулись там все. Остался один Эйдж. Слоу-моу в переходе. Маус. Непонятно. Непонятно, что будет дальше. Слоу-моу делает фраг. Маус. Пленте минус от Буля. Маус 1. Маус. Ну что, потащишь или нет? Двоих фрайрок в доме. Буль. Под ним. Вообще под плентом. Маус пошел. Под плентом не прочекал. Залетает дом. Мало времени. Минус от фрайерка. 8-5. Ну, если я в начале раунда говорил, что будет тяжело Нрейм. Знаете, все, по-моему, переходит в то, что не так тяжело им будет. А, по-моему, смогут они завершить эту встречу. Ну, еще два раунда им нужно выиграть. Еще два раунда. Всего ничего. Два из пяти. Ну и, наверное, все подряд нужно выиграть команде Мэдхаус, чтобы выиграть в этом матче. Минус от Мауса. Плюс 1 для белорусов. Ну что, смогут ли белорусы навязать еще борьбу в этой игре? Сейчас увидим. Чисто в теоретическом плане очень важный раунд. Это матч-поинт. В голове уже совершенно другие ассоциации будут у белорусов, если сейчас атака возьмет этот раунд. Они будут думать, как бы уже не отдать этот последний, как бы вытащить на ничью. Начнется какая-то мини-паника. И, конечно же, этим можно будет воспользоваться. И немножко по-другому будут играть, если уже будет 9 у украинцев. Маус, минус Эйдж, Булли, Инферно вдвоем. 2 в 4. Выходит Инферно. Ох, тут хорошо его Слоумо забирает. Вот только еще ноги дергались даже. Ну и Булли с моста. Чекай дом. Опа! Здесь мышь. Минус мышь. Но маска была сбита у Буля. Поэтому теперь ему будет вдвойне сложно играть раунд. Ну вообще он 1 в 4 играет раунд. Да, он минус. Слоумо уже вот выпрыгнул. И забрал Буля. Отличная игра. Слоумо. 8 в 6. Не отпускают далеко Мэдхаус своих соперников. И может быть что-то еще получится в этой игре. Ну что ж, смотрим за продолжением. Смотрим за этой зарубой. Аркада мидл. Маус откидывает ХАЕ. Должен там покоцать. Хотя разбежались. Разбежались игроки атаки. Забирают Маусу. Минус от Фукса. Как-то не очень удачно. Здесь прием сработал. Минус от Джесма. Но сейчас уже будет встреча там у Джесма. Его там уже на дороге будут принимать. Вот снизу уже вылетел Боль. Боль. Отличная позиция. Забрал двоих. Но слоумо, кстати, стал попадать. Очень неплохо. В защите. Все-таки лучше играть с Н2С, чем в атаке. Но и вот минус от Фукса. Минус от Фраерка. 4 в 2. И вот он тот самый матчпоинт. О котором я вам говорил. 9-6-3. Матчпоинт. Даже не один у Энрей. Но Мэдхаус могут попытаться потащить. 3 подряд. Непонятно. Смогут или нет. Хотя, знаете, сейчас быстро матч закончится. Я все-таки еще попытаюсь прокомментировать игру Workzone против X-Rack. А потом уже ворваться на КС. Хотя это будет, конечно, сложновато. Ой-ой-ой. Здесь переброс гранат. Минус это атаки. Ну что? 4 в 2. Бомба ставится на А. Маус на винте. Бонжур обходит либо в Т-шку, либо стрит пойдет. Сейчас посмотрим за Бонжуром. Мауса уже щемят на винте. Все. Забрали Мауса. Забрали Т-шку. 10-6. Победа. Победа команды под названием Энрей. Ну что, друзья. По-моему, все-таки будет небольшая пауза. И, наверное, я еще успею одну игру прокомментировать перед Counter-Strike. В 21.15 все-таки он где-то начнется. Пока пауза. Я сейчас к вам вернусь. Очень быстро. Попытаюсь это сделать. Победила красная команда.